Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Как преодолеть страх идти в новый коллектив? Очень много всего крутится у меня в голове. Сначала боюсь, что просто приду и не буду знать, о чём говорить. Потом боюсь, что не понравлюсь коллективу и просто не надо с ним общаться. Боюсь, что вдруг они уже видели мою сеть фото, и они им не понравились. Хотя норм, вроде, фото. Постоянно прокручиваю всё это в голове. Боюсь что-либо писать в группу. В чём причина этих страхов и как их побороть? Ну, смотрите. Первое, вообще, с чего, пожалуй, имеет смысл начать, это с того, чтобы уточнить, какая проблема. У вас наблюдается только с, ну вот, только с рабочим коллективом, условно говоря. Или же, такая проблема наблюдается у вас, вообще, в принципе, со всеми людьми. Это важно, потому что, если только на работе, это одно, если. Со всеми людьми, то это всё-таки, ну, всё-таки, наверное, немножко, немножко другое. Поэтому давайте постараемся, как минимум, с этим немножечко разобраться, и постараемся это, если угодно, немножко конкретизировать. Это первое. Второй момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание, заключается в том, «Для чего вы идёте на работу?» Ну, то есть, речь ведь идёт, наверное, о том, что вы работаете, а речь в первую очередь идёт о том, что вы работаете, профессионально реализовываясь, вроде бы как, ну, вот, в том-то и дело, что ощущение, что вы идёте реализовываться, нет, то есть ощущение, что вы идёте работать, идёте заниматься тем, что вам, допустим, нравится, нет такого ощущения, его нет. Напротив, есть ощущение, что вы идёте туда для чего-то другого, вот, в частности, вот, вплоть до того, что вы идёте туда общаться. То есть, то есть, работу используете как общение. То есть, вы, вот, постарайтесь определить, вы зачем вообще на работу идёте. То есть, ну, вы работать хотите, идёте, или вы идёте куда-то, или вы общаться идёте. То есть, потому что это история, когда люди, ну, скажем так, вроде как работают, да, вроде как, вроде как эти люди работают, но на самом деле они не работают, на самом деле они общаются. Или они, там, строят отношения, например, или они, там, ещё какие-то вещи делают, вот. Так вот, эта история, она не очень хорошая, потому что она, эта история больше про решение, про решение человеком каких-то своих, значит, проблем, да, про решение своих каких-то трудностей, вот, но не проработал саму, вот. И, к сожалению, это действительно очень серьёзная проблема, поэтому если вы идёте работать, то вам нужно, наверное, в первую очередь за себя как-то определить, да, вот. Я воспринимаю, ну, допустим, там, коллег, да, своих, как кого, то есть вот, ну, в качестве, в качестве кого я их воспринимаю, в качестве кого я их вижу. То есть, вы не должны с ними общаться, если так подумать, вы не должны общаться с ними, вы не должны думать о чём с ними разговаривать и так далее, потому что люди вообще-то, ну, деньги зарабатывают, как бы, ну, вот, в, ну, вот, в подобных, в подобных местах, да, люди просто зарабатывают деньги всё-всё. Ну, в первую очередь, это люди, которых связывают, вот, исключительно такие вот, ну, изначально, по крайней мере, связывают коммерческие отношения, коммерческие отношения, на первом месте. Ну, вот, а на втором месте, у, там, большинство людей, там, допустим, самореализация, или что-то ещё, ну, как бы, первое-второе место может, понятное дело, различаться, вот, поэтому вам нужно определиться с приоритетами, то есть вот, именно приоритеты, именно приоритетность, вот. Вот, точнее, отсутствие приоритетности, в данном случае отсутствие приоритетности является, пожалуй, ключевой проблемой, потому что нет приоритетов, нет ведущих мотиваций, вы, соответственно, разбираете свои силы на всё по-брату, вот. Как бы, ну, это, вот, к сожалению, к сожалению, эта история далеко не лучше, не лучше для вас, вот. Дальше. У вас есть проблематика следующего характера, что вы, как будто бы, к себе очень, очень не очень, как говорится, относитесь. Вот, такая есть, такая есть проблематика. То есть, что это значит? А, ну, в первую очередь, что это значит? Это значит, что вы себя обесцениваете, то есть, что вы говорите, вдруг они меня увидят, да, вдруг они увидят мою фотографию, фотография вроде норм, то есть, я уже молчу в этом смысле о том, что вы, как будто бы, не уверены в том, что у вас, у вас там, вообще-то, всё нормально, вот. То есть, вы склонны себя обесценивать, и, судя по всему, обесцениваете вы себя прочно, и довольно давно. Ну, на мой взгляд, опять же, да, то есть, я тут, понятное дело, могу ошибаться, я тут, понятное дело, могу не знать каких-то вещей, и тут, понятное дело, что, ну, ситуация, может быть, самая разная, вот, это, само собой разумеется, я тут не претендую на истину, вот, но, 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 тем не менее, я всё же считаю, что, у вас есть вот эта вот, такая тенденция не очень хорошая, а, значит, себя обесценивать, и обесценивать довольно сильно, повторюсь. Вот, если бы вы себя так сильно не обесценивали, если бы вы себя так сильно не обесценивали, всё будет хорошо. Значит, обесценивающую тенденцию нужно выявить, на мой взгляд, обесценивающую тенденцию нужно отыскать, обесценивающую тенденцию нужно найти, и, собственно говоря, с ней проводить, вот. Мы для начала прожить те мысли, которые с этим связаны. с ней связаны. Вот, это первое, что надо, что надо бы сделать. Вот, потому что, совершенно очевидно, что, ну, вас это, вот, тревожит, да, совершенно очевидно, что вас беспокоит, совершенно очевидно, что вам, вам как-то в этом самом тяжело, вот, и, совершенно очевидно, что вам это мешает. мешает вам, ну, в первую очередь, наверное, быть, значит, ну, быть, быть собой мешает вам, вам это в первую очередь, вот. Дальше уже там, ну, видом будет дальше, как, как, что, в какую сторону вам дальше двигаться. Вот, а, на мой взгляд, значит, подобная проблематика связана с тем, что вы себя обецениваете, на мой взгляд. Обеценивание, как я, связано с тем, что вы предъявляете к себе много требований. Вот, то есть, вот, прям, буквально, очень много требований вы к себе предъявляете. У вас требований к себе чрезмерно, как, ну, как говорится, чрезмерно. Слишком сильные требования к себе порождают, вот, что-то, значит, постоянное напряжение. Вот. А, напряжение связано с тем, что вы не привыкли, по-видимому, себя чувствовать, вы не привыкли себя ощущать, вы не привыкли находиться вот в этом, довольно, кстати, приятном ощущении, когда, вот, я свободен, да, как в той песнике, как в той песнике, песнике Купилова, да, вот, я свободен, я, как бы, естественно, не догадался, вот. То есть, вы не привыкли в этом находиться, в этом состоянии не привыкли находиться. Ну, вот, и вы этого состояния избегаете, вот, в этом состоянии очевидно, очевидно вы этого состояния боитесь, очевидно, что вы, значит, ну, как-то пытаетесь его избежать, вы пытаетесь от него уйти, этого состояния, вот. При этом, это состояние и есть вы, вот. То есть, ну, по сути, вы что делаете, а по сути, что вы делаете? Вы бежите от себя, от себя самой вы, по сути, бежите, вот, как бы. И, ну, вы не убежите от себя, вот. А, ну, к сожалению, или, к счастью, ну, на мой взгляд, к счастью, на ваш взгляд, возможно. К сожалению, ну, убежать от себя. Нереально, нереально, чтобы обижать, вот. Тем не менее, тем не менее, вы это сделать пытаетесь, вот, вы занимаетесь этим довольно упорно, вот. Ну, у вас, тем не менее, все равно ничего не получается, вот. Ну, и могу, могу вас заверить, что и не получится, вот. Поэтому необходимо учиться взаимодействовать, значит, с собой, необходимо учиться находиться в состоянии, вот, этом. когда вам, ну, когда вам хорошо с собой, самой с собой, в смысле, когда вам хорошо, когда вам приятно, когда вы, когда вы вот, ну, чувствуете, что вот сейчас я там нахожусь, сейчас я себя ощущаю, да, и это, это здорово, это круто, это прикольно, это очень кайфово, ну, мне в этом, вот, то есть, это история вот про такую вот парадигму, вот, если сейчас вы от этого убегаете, то вот ваша задача, как раз таки, перестать бежать от себя, вот, ну, убегаете вы, понятно, потому что себя обесцениваете, вот, там тоже нужно смотреть, смотреть, там есть варианты, ну, есть свои варианты, вот, варианты есть именно с того, с чем это может быть связано, да, и так далее, то есть, это вот все нужно исследовать, корректировать и так далее, вот, прямо сейчас, прямо сейчас, вот, что вы, что вы можете сделать прямо сейчас, я бы сказал, прямо сейчас вы можете поисследовать свои цели, свои цели, свои приоритеты, то есть, мне чего отработать-то надо, я чего отработать-то хочу, я сейчас, я сейчас иду работать, работать именно, вот, что интересно, да, я иду работать, а как будто бы по ощущениям, я, что-то другое иду делать, вот, что, мне работать интересно, вот, мне самой интересно то, что я делаю, или собираюсь сделать, на этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, желаю вам всего самого доброго и удачи, обращайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok